Что значит сделать определенные выводы по УДОТ? Это вот в вашей фразе, что вы вкладываете в это понятие? Значит, доля ее участия и вины. То есть она находилась на рабочем месте, проводила мероприятия. Но участникам драки, и жители об этом говорят, были непосредственно работники социальной сферы. Вот этот сам факт вами как оценивается? Ну, то, что касается драки, работников социальной сферы, то есть вот это необходимо выяснить. Почему? То есть это проходило, с одной стороны, в нерабочее время. Сейчас вопрос рассматривается именно по УДОТ, та, которая находилась на рабочем месте, проводила соответствующие мероприятия. То, что приходили другие люди, это уже вопрос другой. Это не чисто, то есть понятно, что и это работа, все люди, тем более, что они там работники культуры. Но, с другой стороны, это было не на рабочем месте и в нерабочее время. Это уже будет отдельная оценка. Но, тем не менее, это было внутри учреждения культуры. Драка была непосредственно на дискотеке, я так понимаю, которая там. Как выясняется, что они все-таки вызывали на улицу, и на улице уже проходило это все у них. И участвовали в ней женщины. И пострадали. Как не прискорно, да. Смотрите, ну вот, в принципе, совершено, как минимум, административное правонарушение. Уже у вас есть информация о том, что вам люди говорят, что проходило распитие спиртных напитков внутри помещения, рядом с ДК. Соответственно, кто-то получил какие-то повреждения. У одной женщины фингал под глазом, другой одежду порвали, что тоже обсуждается активно. Понятно. Но, в данном случае, вы сами сказали, это административно. Значит, каждый из участников данной драки имеет право подать на другого участника драки в соответствующие органы для принятия соответствующего решения. Сергей Николаевич, вы как представитель власти, вы поставили в курс полицию о данном происшествии? На каком основании мы должны ставить полицию о данном происшествии? Еще раз повторюсь. Внутри учреждения культуры, проходив распитие спиртных напитков, произошла драка внутри учреждения культуры с участием жителей района. Вам уже достоверно об этом известно. У вас уже опрошены определенные люди. Есть объяснения. Пусть они противоречат, но это, еще раз говорю, это как минимум правонарушение, как минимум административное. А если, еще раз говорю, его рассматривать в разрезе телесных повреждений, то, возможно, это и уголовное преступление. Я еще раз говорю. Каждый из участников имеет право обратиться в соответствующие органы. Но вы, как представитель органов власти, не считаете, что это ваша обязанность самостоятельно поставить в курс полицию? Я считаю. Я в данном случае не обязан поставить. Есть директор заведующий клубом, заведующий РДК, то есть они имеют право. Я об этом случае узнал буквально на этой неделе.